Здравствуйте, дорогие друзья! Мы предлагаем провести инициативу. От лица Соборного Веча мы хотим запустить процедуру поиска народного кандидата. От всех практически существующих движений, партий, независимых организаций, просто самовыдвиженцев. То есть мы ищем самовыдвиженцев из народа на должность главы государства. Если у кого-то есть понимание по этому вопросу и желание выделить свою кандидатуру, но нет ресурсов и возможностей, просим обратиться к нам. Телефоны указаны в контактах. И приехать 20 декабря на съезд. Изложить свою программу, все проголосуют, выберут единого кандидата, поставят все подписи. И он, этот кандидат, соберет свое правление. То есть ему нужны помощники. Для этого, чтобы реализовать... То есть суть процедуры объясню. Соборные вечи – это группы инициативных граждан со всей страны, которые поддерживают развитие местного самоуправления, модернизацию законов страны, трансформацию общества. То есть пытаются законными методами привести нашу страну к более созидательным процессам. С этой целью мы выступаем, площадка соборного веча выступает как абсолютно чистое сознание. То есть у нас нет ни программы, ни каких-то перекосов. Мы готовы слышать каждого. Соответственно, вы можете, не боясь, излагать здесь свои какие-то идеи, взгляды. И если народ это поддержит, то это включится в единую программу. Главное, чтобы вас поддерживал народ. Чтобы это были не ваши личные желания и перекосы. С этой целью мы уже прозвонили многих... Проводили четыре съезда и прозвонили многих делегатов, чтобы они присылали с городов к нам конкретного активного жителя города. Сейчас набралось 130 соратников из 53 городов. Нам не хватает 174 города. На сайте, в телеграм-канале опубликованы эти 174 города. Поэтому наша основная цель за месяц сейчас собрать как можно больше делегатов от, получается, городов, от самого народа, которые имеют мысли, как в стране улучшить что-то, свои идеи, методы достижения цели. С этой целью мы сейчас вот ищем таких активных граждан. И чтобы за месяц найти, нужно, чтобы все вы помогли в этом. Поэтому вот мы будем прозванивать каждого. Если вы знаете активных граждан своего города, присылайте нам его контакты, присылайте этот видеоролик для сокращения коммуникации. Основная идея – это выбрать народного кандидата, который будет, так скажем, не личным лидером и с своей партией идти, а просто независимый, который отставит просто интересы народа. Все. Он слышит, готов каждого. Чтобы нам найти такого кандидата, нам нужно как можно собрать на съезд 20 декабря побольше представителей городов, минимум 225, а так лучше более 700. Значит, в чем вы можете помочь? Вы должны найти контакты активных людей с этих городов, позвонить им и пригласить их приехать 20 декабря в Москву. Город может быть изменен по согласованию на съезд соборного вечера для выбора единого кандидата на главу государства. Пришлите либо мне их контакты, либо сами поговорите. В этом ролике я записываю для сокращения вашей коммуникации. Можете этот ролик скинуть любому, чтобы он уже кратко понял. Ссылку на группу и вот этот ролик. Достаточно. Всегда задавайте каждому из активистов три вопроса. То есть по закону нужно собрать 500 сторонников. Вот этого кандидата из народа нужно 500 сторонников, которые более 500, которые нотариально в один день соберутся в одном месте, там представитель ЦИК будет, и поставят свои подписи в поддержку этого кандидата. Потом будет дано право собирать 300 тысяч подписей. Сами 300 тысяч подписей собирать мы будем двойные ведомости. Первая ведомость для ЦИКа, которую потом они по любым причинам признают недействительными. А вторую ведомость именно в качестве референдума, что мы собираем непосредственно доверие от граждан именно этому кандидату. Если народ выкашет доверие и свои чаяния, то это и будет прямым голосованием. То есть это не обезличенное, то есть это не обезличенное там ДЭК или анонимное голосование, а это прям человек поставил подпись, что доверяю такому-то кандидату стать главой государства и, грубо говоря, навести порядок или вот эти, вот эти. Будет создана единая программа. Единая программа сейчас не готова, есть только на зарисовке. То есть вот соратник задал вопрос проекта единой программы. Единой платформы или программы, разкрывающей векторы и реперные точки развития общества, кандидатов народа, сейчас нет. Они и будут обсуждаться на этом съезде лично. Заочно в чате сейчас телеграм-канала, где мы ищем кандидатов, можно наброски закидывать. У каждого есть своя программа. Если мы не придем к консенсусу, то просто возьмем от всех кандидатов по три самых важных для него пункта. Включим в единую программу, утвердим и запустим этого кандидата. Все равно он номинальный. Цель просто зайти в органы управления, привести туда эту команду и все там поменять. Это в ближайшие 100 дней будет решаться. Сейчас суть не сама программа, а суть сбора подписей 500 человек за некий вектор, за человека из народа. Значит, по закону напомню, 500 сторонников мы должны собрать, более 500. Вы должны позвонить и спросить три вопроса. Первый вопрос задается так. Сможешь сам лично приехать в Москву на 2-3 дня в декабре с 17 по 20 и взять с собой друзей, пять человек? Личное присутствие нужно, так как нотариально будут заверяться подписи. И лично там расскажется, будет дана методика о достижении целей законно через действие законодательства, через местное самоуправление. Конкретно будет опубликован, что такое иной орган местного самоуправления. Второй вопрос вы задаете. Сможете помочь мне с поиском активистов в городах и проразвоном их, чтобы тоже приехали? Напоминаю, нам нужно еще 172 города охватить. И третье, если они не могут ни приехать, ничего сделать, то есть энергию и время свое вложить, они спросим, могут ли помочь деньгами. То есть на этом мероприятии все равно нужно на нотариус оплачивать, что-то еще. Могут помочь хотя бы деньгами, если вообще у него дефицит со временем и энергетически он занят на каких-то работах, предприятиях. То есть он погружен так, что не может даже оторвать носа от своих бытовухи. Но тем не менее помочь хочет. До 17-го прозваниваем. 20 декабря съезд в Москве. Город может быть изменен. Обращаю внимание. Потому что не факт, что это будет Москва. Если проще будет собраться в центре России, приедем туда. Значит, к тому же идет голосование сейчас по городу. Преимущества. Какие они получат, активисты? Первое преимущество – это выбор будет из нескольких кандидатов. То есть они могут выставить свою кандидатуру. Кандидат сейчас не согласован. Как раз на съезде на это будет решаться единый кандидат. Второе преимущество. Их цели, ваши цели, наказы будут учтены в единой программе. Как это? Он кандидат от народа. Поэтому вы и есть народ. Он и отстаивает ваши интересы. Раз вы приехали, огласили эти пункты, это будет учтено в программе. И третье. Вы войдете в состав правления страны. В качестве руководителя города или руководителя министерства. Потому что вы являетесь как раз теми активными гражданами, которые понимают и могут свою энергию и время направлять на это действие. Значит, информация об организаторах. Организаторы – это будет соборная веча, независимая площадка, которая не принадлежит никакому политическому движению, общественному движению. Это просто делегаты из городов, из народа, которые в своем единстве готовы слышать друг друга. Соответственно, эта независимая площадка выбрана как формат некого клея или магнита, куда все течения приходят, забывают, снимают все свои регалии, все свои взгляды логические. Вот что разумно для человека, семьи, города, человечества, страны, человечества и планеты, то делаем. Если неразумно – откидываем. Если ваши инициативы какие-то, вы прям чувствуете, что вы точно их должны внести, мы их принимаем, но исполнение возлагаем на вас и ваших соратников. То есть мы усиливаем их. Мы усиливаем их. Мы не мешаем вам. Если это прорастет, если это хорошо для народа, для страны, то пускай будет. Мы никого не блокируем. Здесь нет перекосов в сторону коммунизма, социализма, национализма или каких-то других там взглядов. Это не религиозная площадка, не общественная, не партийная. Просто обычные люди. Значит, методы, какие достижения, цели вы можете использовать, чтобы собрать этих делегатов. Первое – это обзвон новых с разных городов, всех своих знакомых, кого вы считаете активными, и сообщения мне, их координаты. Следить буду лично я. Сейчас напомню, 130 из 53 городов. За месяц мы должны набрать более 500 человек, чтобы съехались в одну точку страны. Второй метод – это взять с собой своих ближайших. Напоминаю, что билет примерно стоит с Москвы до Самары 2 500, туда 2 500 обратно. Это 5 тысяч и там на питание. То есть вы в 6 тысяч, 6-10 тысяч на одного человека можете уложиться. Но все равно у людей сейчас проблемы с деньгами. Многие могут не смочь это сделать. Это стратегически важно, чтобы приехали. Третий метод – если мы не доберем, все, кто съедутся со всей страны, и мы не добираем количество более 500, мы за два дня на улицах выставим активных своих соратников, которые прямо с улицы пригласят к нам на съезд. Любых. Нам главное более 500 набрать в поддержку народного кандидата. И четвертый метод – если у вас есть знакомый директор завода, попросите его. У него, допустим, 5 тысяч человек на заводе работает. Он одним щелчком скажет, что, ребят, надо поддержать кандидата из народа. И все. Нам это упрощает задачу в разы. По этой кандидатуре звоните мне лично, и тогда будет определен город, где есть этот директор наш, который хочет изменений. Не важно, какого он формата даже, с «Единой России», с КПРФ, социалистических. Главное, что он хотел изменить в стране. Разговаривайте с любым своим директором, знакомым директором завода. Напоминаю, город может быть изменен. Это будет он после согласования с ЦИК. Сейчас предварительно – это Москва. Предварительное число – это 20 декабря для съезда. Значит, сейчас мы должны создать штаб народного кандидата. Вот все, кто будет активно проявляться, мы создали телеграм-группу, назвали и ищем его, ищем кандидата из народа. Предлагайте варианты. Вот. В этой группе можете предлагать свои программы, обсуждать достойных. Сейчас из известных кандидатов, которые нам известны уже и готовы, так скажем, баллотироваться. Несколько групп выделено. Первая группа, допустим, Патрушев, Мишустин, Греф. Вторая группа – Лепехин, Семен, Семен, Рудой, Шевченко, Потапенко. Третья группа – Чижиков, Сатонин, Платошкин, Цопов. Четвертая группа – Зюганов, Бондаренко, Удальцов, Грудинин, Болдырев. Пятая группа – Баглаев, Явлинский, Ходорковский. Шестая группа – Славин, Кулаков, Тарасов. Седьмая группа – Старухин, Пионова, Нилова, Терещенко. Восьмая группа – Колганов, Алай, Быков. Девятая группа – Надеждин, Вихарева, Сафронова. И десятая – Демушкин, Атраковский, Квачков. Вот базисные кандидаты, которые могут идти от народа, они могут быть объединены в единое целое. Потому что, допустим, у Единой России сейчас очень большой объем. И каждый кандидат на фоне Единой России будет мелкой моськой на фоне слона. Вот когда все эти мелкие организуются в одно целое, то есть как бы союз, некая коалиция, которые по массе критической будут равны Единой России и действующей вот этой вот, те, кто возглавляют органы управления, тогда, тогда они могут выставить одного кандидата, не 50 маленьких, они все будут раздавлены, а одного. И поддержать всей своей критической массе. Тогда будут на выборы всего лишь два кандидата. Один действующий, допустим, второй как вариант от народа. Тогда у народа будет выбор. Потому что сейчас пропагандируется, что выбора нет, альтернативы нет, не время выбирать. И тем более пока идет вот, значит, такая политика государства, но выборы дают как раз и поменять и политику государства, и жизнестрой, и законы. А сейчас получается, что они в 90-х годах засели туда, все эти, грубо говоря, динозавры политики, и уже там одни пенсионеры. Молодым надо дорогу давать. Вот давайте вместе найдем кандидата из народа и поддержим его. С этой целью прошу всех помочь, откликнуться. Моих соратников прошу поддерживать, звонить лично мне. Спасибо. Все вопросы, что непонятно, задавайте. Спасибо. 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 Спасибо.